Приготовиться! Внимаю, старт! Первенство Уссурийского округа по спортивному туризму прошло в городке Воздвиженском. Больше 60 спортсменов из пяти школ приехали на турнир. Это одни из последних соревнований на улице в этом году. Участники говорят, что результаты из-за холода искажаются, пальцы замерзают и карабин быстро уже не откроешь. Елизавета Ковалюк уже три года занимается спортивным туризмом. Сначала начала ходить сестра, позже присоединилась Елизавета. Попробовала, втянулась, понравилась. Сначала холодно, пробежался, грелся. Какой рекорд у тебя? На этой дистанции 3,39. Сейчас побила 3,30. Соревнования проходили на территории школы в городке Воздвиженском. Здесь построена универсальная площадка для занятий спортивным туризмом. Таких на Дальнем Востоке практически нет. Это одни из последних соревнований на природной среде. И скоро у нас будут соревнования в зальных помещениях. Начинаем сезон. Со следующей недели уже уходим в залы. И ближайшие соревнования будут в Харале у нас в конце октября. И потом самое основное – это открытое первенство Хабаровского края, которое будет проходить в начале декабря в Хабаровском крае. Спортсмены должны преодолеть несколько этапов. Пройти по параллельным веревкам, подняться на скалодроме, пробежать по бревну. На уличных соревнованиях добавляются еще и круги для бега. Поэтому силы необходимо распределять равномерно. Занимаюсь не так много, полтора года всего. Но эти соревнования не настолько сложные. То есть мы ездим, выезжаем какие-то на всероссийские соревнования. Эти соревнования у нас городские, поэтому тут не так сложно. Я пробежала сегодня не очень хорошо, потому что, во-первых, холод очень сильно влияет. Забиваются руки, ноги. Но я пока второе место. Но я думаю, что я останусь на втором. Мы сейчас в зал будем переходить и будем тренироваться на Харале. Насколько сложно сегодня было бежать? Достаточно холодно. Ну я рекорд сделал. Вчера я бегал 3,44, а сегодня 3,40 пробежал. Ну так, холодно было на дистанции. В трех группах по возрасту и классу первые места получили воспитанники клуба «Легион» из ЦРТДЮ, а также участники из села Воздвиженки и ученики 11-й школы. Теперь спортсмены готовятся к соревнованиям в лагере «Надежда», после отправятся в Хароль и Хабаровск, где пройдут турниры уже в залах. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!